итак всем привет ребятюшечки всем здорова ребят всем здорова с вами сема и сегодня я решился писать летсплейчик так сказать продолжить по everlast in summer что в переводе бесконечное лето кому игрушка заходит ну и кто хочет посмотреть в моем прохождении всех прошу присоединяться к летсплею вот вместе со мной смотреть будем проходить и конечно же смотри свой листах хочешь где я проходил до этого стоит посмотреть сначала вот ну а тебе приятно просмотрели вкусняхи чаек погорячая колу ну и погнали так галерея а вот сохранение куда я пошел стоп день 7 до блин я не помню чего я проходил 39 35 не это точно не то потому что это день 7 в оригинале там же день 5 день что они это не то блин сори друзья сейчас подождите наверное 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 мы не помню где у нас сохранение было так что там ничего в пятой строчке наверное день 1 ну скорее всего вот это скорее всего так стоит так 21 20 до стены для стены для стены такие так просить конечно мой тупо еще подождите сейчас почитаем а ну да скорее всего вот с этого начинаем Ну всё, погнали. Загружаем игрушку. Хороший способ отвлечься, наверное. Он назывался «Советская модница». А, вспомнил, это мы, получается, у нас в библиотеку... Ой, в библиотеку. В этот... В медпункт посадили. Погнали. Год и месяц издания нигде указаны не были. Ну, в принципе, это советское время. Скорее всего, это 80-е и 90-е. Нас забросило. Прошлое, да? Хромодыры, блин. Впрочем, ничего удивительного. Здесь случаются и более странные вещи. А про советские журналы я знал всего лишь чуть более, чем ничего может. На них и не печатали дату выпуска. С глянцевых страниц на меня смотрели модели разряженные старомодные платья. Сейчас бы так точно не стали ходить. Но я синкей. Я усмехнулся. Интересно, например, Славя считает это модным. Представляю, что было бы, если она надела нечто подобное и повелась в моём времени. Я бы её там отжарил. Ладно, продолжаем. Шутка. Вот иду я с ней под ручку в своём пальто и с капюшоном на голове. А она в пышном платье с рюшечками. Получается, я уже представляю Славю в моём мире вместе со мной. И не только Славю. Даже больше. Группа уха. Ладно. Осуждаю. Вот это платье больше подойдёт Ульяне. Вот это сарафанчик Алисия. Вот это юбочка и кофточка Лени. Действительно, если бы эти девочки были реальными... Нет, я видел их. Слышал. Их голос мог даже прикоснуться. Да и больше, да? Но вы себя понимаете, о чём я. Ладно. Но они всё равно здесь, а я... Я просто не принадлежу этому месту. Оно для меня чужое. Я просто жду возможности выбраться отсюда. Жду, потому что от меня уже ничего не зависит. Я вздохнул, положил голову на стол и задремал. На пять мы дрыхнем, как всегда, что-то. Двадцать... Нет, даже сорок-тридцать процентов игры мы спим. Вместе с ночью. Меня разбудил шум открывающейся двери. На пороге стояла Лена. А медсестры нет. Так, друзья, наверное, меня не слышно. Я чуть потише сделаю. А медсестры нет. Тогда попозже зайду. Я за неё. Раз на меня возложена обязанность по лечению пионеров, то к делу надо подойти со всей ответственностью. Хотя на самом деле я, наверное, просто боялся, что из-за меня что-то случится. На что жалуетесь? Я постарался как можно аккуратнее улыбнуться, чтобы не смутить Лену. Да, ничего такого. Голова немного болит просто. Сейчас исправим. Что-нибудь обезболивающее? Тепкие лекарства лежат. Я, конечно же, не знал, поэтому процесс поиска за днём порядком времени. Нашёл. Я притомил Лене таблетку анальгина. Спасибо. Она улыбнулась. Это стало для меня неожиданностью, и я несколько выпал из реальности, устаившись на неё. Что? Лена моментально смутилась. Слушай, а вот интересно, тебе понравилось бы такое? Не знаю, что на меня шло, но я схватился с этого журнала, показал ту картинку, где были нарисованы юбкой и кофта, которые, как мне показалось, больше всего подошли бы ей. Может быть, из-за мысли об этих девочках и в моём реальном мире у меня окончательно помутился рассудок. Всё возможно. Может быть, я хотел развлечься, вместо того, чтобы просто ждать возвращения медсестры. Лена посмотрела на рисунок. Да, наверное. А сейчас это модно? Наверное. Она смутилась и попряснела. А почему ты спрашиваешь? Да действительно, почему? Машу делать комплименты или нет? Давай сделаем. Вообще без разницы. Спасибо. Да не, что я же правда говорю. Некоторое время мы молчали. Как голова. Лучше, спасибо. Она улыбнулась. Я пойду. Удачи. Лена вышла, а я с силой принёсся дальше листать журнал. Время шло, часть китикали. Через некоторое время в дверь постучали. Мидпункт, что тут самое посещаемое место, чёрт возьми. Я внезапно представил себя медсестрой, сходя скорее медбратом. И сказал. Войдите. А, понятно, Ульянка. Дверь открылась, на пороге стояла Ульянка. С каких пор ты стучишься? А что, нельзя? Она насупилась. Борит что-то? А тебе я с какой стадии рассказывать должна? Ну, как всегда, Ульянка. Где медсестра? Перед тобой. Я валежно закинул ногу на ногу и вопросительно посмотрел. Блин, представляю эту сцену. Вот тогда я, пожалуй, пойду. А лучше уж умереть, чем лечиться у тебя. Она ехидно улыбнулась. Ты ведь даже не пробовала. Ульянка на мере не задумалась. Хотя таблетки можешь и ты мне дать. А что вас беспокоит? Она ответила не сразу. Тяжесть в животе, а не пустота в голове. Пробурчал я себе под нос. Чего? Ничего, сейчас поищу. В первом же ящике нашлась упаковка ножпы. Спасибо вам, доктор. Она весело улыбнулась. Смотря на Ульянку, я никак не мог понять, как такой жизнерадостный и активный ребенок может испытывать проблемы со здоровьем. А, него... Давайте приколемся. Она недобро посмотрела на меня. Нет, все тебе оставила. Обидели ребеночка. Ульянка убежала, хлопнув в дверь. Наверное, не стоит этого говорить. Да вообще, какая разница, блин. Я вновь углубился в изучение советских модных тенденций. Время шло, а медсестра так и не возвращалась. В поисках Шурика я не участвовал. Разгадок своего положения не искал. А, у нас сейчас Шурик пропал. А стоп, мы его искать пойдем или мы уже искали? Нет, скорее всего, даже пойдем. Просто сидел и листал журнал. Нам гневение даже показалось, что такая ситуация меня вполне устраивает. В конце концов, пока что все происходящее может стать чем-то вроде отдыха в летнем лагере. А если ничего не изменится в ближайшее время, тогда уж стоит волноваться начинать. А, ну правда, что отдыха в летнем лагере, когда ты помолодел на 10-15 лет. Ну да, в принципе, ничего особенного не случилось так. И в прошлое попал. В дверь опять постучали. Сегодня эпидемия что ли какая-то. Опа-на. На пороге стояла Славя. Ой, привет, а медсестры нет? Привет, нет, я за нее. Хорошо. А мне бы... Она замялась. Что? Да нет, ничего. Странно, но я всегда такая открытая Славя о чем-то умалчивает. Если что, ты говори. Меня сюда и посадили, чтобы всех лечить. Я широко улыбнулся. Да нет. То есть... Да, но нет. После этой фразы, деление на... Для меня стало реальностью. Ну так, чем могу помочь? Ты... Думаю, ничем. Она улыбнулась и собралась уходить, но вдруг остановилась. Хотя... Можешь выйти на минутку? Почему бы и нет? Хорошо. Я вышел из медпункта и прислонился к стене. Интересно, что она такое там делает, что мне нельзя на это даже смотреть. Через минуту в твоей двери вышла Славя. У нее в руках был какой-то небольшой пакетик. Ну и конечно же, я, наверное, лучше не буду спрашивать. Это уже как-то не очень. Так что... Ну, вы все понимаете, наверное, что у нее там. Так что... Не спрашивать. Удачи. Кстати, эта юбочка на Славе прям вообще офигенно смотрится. Прям даже, мне кажется, коротковато. Крикнул я ей след. Спасибо. Одарила она меня напоследок не улыбкой. так что дальше я посмотрел на часы время уже приближалось к вечеру журнал был прочитан вдоль и поперек а медсестра так и не возвращалась ну понимаю вдруг дверь распахнулась и медпункт убежала алиса она пристально посмотрела на меня ты что здесь делаешь сижу честно признался я ну и ладно так даже лучше что медсестры нет пробормотала заболела и сильно спросил я алиса не ответил и подошла ко мне подвинься зачем чтобы я ящик смогу открыть очевидно же зачем она разозлилась себе какое дело ну и я тут вроде как исполняющая обязанность она задумалась дай мне тогда активированный уголь живот болит да и сильно усмехнулся мне кажется у меня не живет не живот болит ни хрена так забегать с больным животом носиться как угорел я чувствовал что что-то здесь не так но я сюрприз давайте дадим успешно жалко что-ли дадим не дадим мне кажется на 7 лосок но мало ли или в день в другом месте возьмет вдруг правда что-то болит лучше дать то еще потом пожалуется что мы не дали лекарства ладно не знаю пиши в комментарии как бы ты поступил и напиши проходил ли ты оборвался на самом деле я полез в ящик и вытащил оттуда упаковку первого угля спасибо она вырвала ее у меня из рук убежала и чё я надеюсь больше никого не будет лена ульяна славя алиса были уже дофига кто все наверное были уже из нашего отряда до ужина осталось минут 15 а медсестра все не возвращалась нихрена мы с обеда до ужина уже просидели целый день в медпункте такие вот делишки так наверное вот так уходить не делом все же она меня попросила да и мало ли что случится когда я уйду хотя кому понадобится что-то отсюда воровать разве что лисе активированный уголь я вновь открыл журналы принялся листать его по этому кругу мода восьмидесятых уже так не забавляла как вначале а он уже говорит восьмидесятых типа такого сам же сказал наш главный герой все мы что там не было да ты страну окей нужно подсказка от разрабов что это восьмидесятый наверно так несколько раз на меня накатывала живота на часах было уже 6 а значит ужин начался конечно надо до конца нести службу а не покидать пост мне кажется можно было игру как бы потемнеть чуть сделать хоть и лето но все равно потемнеть после берега цесла но у моего желудка похоже на этот счет существовал особое мнение я встал и уверенно направился к выходу за дверью послышался какой-то шорох неужели опять отравился сломал руку или еще что похоже я чужо вздохнул и дернул за ручку однако снаружи никого не было похоже просто показалось опа 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 яблочко я вернулся внутрь и тут же заметил что медпункте что изменилось да друзья посмотрите на стол где лампы снизу как сверху стена лампа смотрите снизу там вот где лампа возле нее яблочко лежит зеленое а точнее на столе появилась яблоко но откуда не могут же фрукты сами собой материализовываться из воздуха хотя в этом лагере возможно все это с этим согласен с тобой скорее всего его кто-то просто сюда принес не нравится мне эта музыка возможно ли она в качестве благодарности ведь она такая стеснительная и но подождите как же она вот так прошла мимо меня не станет желе налезть в окно в конце концов окна окна то вот вроде закрыт значит здесь что-то другое бризераки меня внезапно охватил страх вдруг это яблоко отравлено хотя зачем идти на такие ухищрения когда я здесь совершенно беспомощен и убить меня можно гораздо проще и это яблоко которая вкусила ева в саду эдема тогда мне точно не стоит его есть в ту же секунду живот напомнил о себе предательский заурчав впрочем пока я закрою медпункт пока дойду до столовой пока возьму еду стенки желудка буквально прилипли к позвоночник наверное ничего страшного я еще раз попытался вспомнить не лежал ли яблоко здесь раньше нет друзья как вы помните точно не лежал в конце концов откуда-то она взялось может быть залетел очевидно конечно и 10 наставник сам не было немного приоткрыто иначе все-таки кто-то сюда положил участь ничего страшного нет хотя у типа конечно яблоко мне на из типа лето яблочки надо есть витаминчики как бы ну типа вот ну хотя если яблоко прям такое нормальное не мелкая нейронетка там нормально яблоко наверно машина ест я не знаю давай съедим захаваем вот что-то будет чувство голода все-таки взяло вверх я с аппетитом принялся грызть белое зеленое яблоко надеюсь мы в толканье не будем сидеть всю ночь после этого яблоком на вкус она оказалась вполне обычным впрочем не думаю что даже самый сильный яд можно вот так почувствовать хотя что уже сейчас договорить это да пора было двигаться на ужин этим временем у нас уже летсплей идет 15 минут отлично по дороге меня догнал электроник как поиски шурика да все так же ты не расстраивайся найдется я пытался как-то подбодрить его уже столько времени прошло пойду искать дальше чисто такой друг вот электроник серьезно ищет и ищет а как же ужин это важнее глубокомысленно и зрёк он типа вот как-то странно вообще игра странная сейчас подожди друзья мысли внесу типа вот только электроник за шуриком вот шурик пропал же дал уже как по игре вот день или наверное ада день наверное с этого утра вот и только электроник бегает его и ищет где-то остальным типа вообще всем по барабану но мне кажется минимум странным как минимум странно окей продолжаем на перекрестке наши дороги разошлись я пожелал ему удачи ладно главный герой за которого мы играем он попал вообще в это место типа он тут вообще в принципе еще ничего не знает вот типа ну вроде все тут настоящий как он думает но все остальные что типа чел пропал особенно вожать так это странно очень лучше посмотрим после ужином а что-то побалаболит в дверях столовой толпились пионеры я ускорил шаг чтобы хоть сегодня оказаться не последним даже столовые стиле чисто советских времен кстати вот у кого такая большая же столовая в школе было пишите в комменты но не прям такая конечно же под советские времена но типа вот у меня лично в школе сама первой в которой я учился вот такая типа столовая была там конечно еще вот тут наверно закрыта там касса под нос где это ли иду там моют ставят тарелки вот ну поняли да вот у меня чисто такие же столики были там но еще советских времен ну и сам мрамор кафель там на полу тоже советских времен и мне повезло в дальнем углу остался полностью свободный столик я быстро взял еду и сел сегодня на ужин давали фруктовый суп и несколько булочек фруктовый суп что такой набор блюд меня весьма удивил а после дегустации даже продал да я тоже не отказался от к я принялся сосредоточено есть мику лена давай сюда осмотреться у их три стула микуся с леной перед мной стояла лена и мику тут свободно поинтересовалась лена да садитесь лучше бы конечно она была одна спасибо о чем моя сколько народу то блин только успел чё там сказать и женя скорее всего подошла есть я сяду тут больше некуда не дождавшись моего ответа поставила под нос на стол и села конечно располагайтесь грустно пробурчал я себе под нос что ничего честно говоря бы с удовольствием сократил эту компанию до одной линии но в то же время и миг унижения не доставляли мне каких-то особых проблем одна разве что говорливая слишком другая мнительная но все равно они обе абсолютно безвредны по сравнению с некоторыми я догадываюсь о ком ой я ключ кажется забыла ничего страшного возьми мой я даже удивился что мику ограничилась такой короткой фразы вы вместе живете да конечно ты не знал вместе наш домик самый крайний то есть самый дальний от стола ну то есть самый последний я бы не виделся если бы узнал что ли она живет со славей с женей на худой конец да хоть с электроника но молчаливая и застенчивая лена и не в меру словах отливая мику да это сюрприз нашли своего шурика странно что же не вообще волнует чужие проблемы надо меня это тоже очень странно игру это место странное типа пионер пропал и типа нашли своего шурика типа чего там поллагеря пропали там пару домик ну чё вы их нашли я устану библиотеки сижу ничего не знаю нет небось деревню убежал за сигаретами опа или заводкой она фыркнула в деревню с этой секунды разговор начал живо меня интересовать а что такого женя сделал удивленное лицо значит здесь есть поблизости деревня наверное сказала она неуверенно я посмотрел на лену и мику но они были заняты едой не обращали внимание наш разговор то есть ты точно не знаешь да какое мне дело же не уставить к себе в тарелку но здесь же должны быть хоть какие-то населенные пункты поблизости слушай слушаю не знаю я дай спокойно поесть похоже больше от нее ничего не добиться хотя может быть она правда не знает все оставшееся время пришлось слушать как мику говорит о каких-то малозначительных вещах и тихо сходить с ума так что выйдя на улицу я вздохнул с облегчением солнце уже садилось можно немного погуляться прогуляться скорее всего там бы вода вряд ли сам найду какое-то занятие на вечер а так может что интересное подвернуться да например это что подходя к почте я услышал сильный хлопок похоже что-то взорвалось меня словно парализовало я нахожусь во врагинной среде неизвестно что там и так лучше убежать вспышка слева вспышка справа в то же время интереса наверное я бы так и стоял здесь если кто-то не схватил меня за руку так же сейчас мне до отойти и мы продолжим так ребят продолжаем это была ольга дмитриевна ничего стоишь пойдем разберемся что там произошло без меня никак жалобно замолился я ну да как всегда меня вожатая везде таскает да ничего там страшного не должно быть по идее когда мы вышли на площадь там уже толпились пик столпились пионеров ольга дмитриевна решительно сталкивая всех подошла к месту преступления судя по всему взорвали генду ну вроде все нормально но взломышленников ничего не вышло памятник устоял лишь на 5 стали были видны или заметные следы копоти ну очень прям заметные ну и кто это сделал она глядела толпу пионеров понятно что это не будет террористический акт совершенный группа лис по предварительному сговору они все просто пришли сюда посмотреть что произошло в толпе я увидел ульяну и алису похоже заметила их и вожатая вы двое ко мне она запротестовала но все же они запротестовали но все же подошли а что сразу я если вы считаете два ческая покажи-ка руки а что с ними не так я пригляделся и увидел что руки алисы измазаны чем-то черным теперь понятно из из чего бомбу делала юная террористка кажется раздумывал раздумывал основаться или нет но потом города выпалило активированный уголь селитра и сера youtube если что это шутка никакой бомбы нет это шутка и почему именно памятник чем тебе помешал уважаемый заслуженный человек боец за права уголь кстати он не дал понимаю понимаю на нас теперь да она показала пальцы в мою сторону и тут же с этого пол ставилась на меня у ленка с таким лицом еще стоит до сих пор мысли о том что такой маленький бомбочку и памятник не взорвать и лучше бы ей выбрать для своего теракта более подходящий лист сразу же вылетели у меня есть головы она украла я тут ни при чем даже если и дал я уверена что семян не стал бы участвовать в столь омерзительном анти общественном акте о правильно да да именно подтвердил я действительно я не стал не знаю сколько бы она еще продолжил отчитывать алису на почту выбежал электроника закричал нашел нашел все повернулись его сторону шурика что нашел в руки он держал ботинок а вот электроник победоносца потряса над головой это ботинок шурика так успокойся расскажи подробно где ты его шел в лесу на тропинке старый лагерь по рядам прошел какой-то шепот старый лагерь старый лагерь ты уверен абсолютно а что такое в этом старом лагере вмешал себя в разговор да ничего на самом такого на самом деле она запнулась так что есть значит одна из регион совенка гласит что там живет привидение молодой вожатой которая влюбилась в пионера но не найдя взаимные взаимности покончил с собой сделал харакири кухонным ножом а мальчика этого на следующий день сбил автобус ульяна выбежал из толпы автобус я еле не удержался чтобы не спросить о номере маршрута но наука не допускает существование привидений поэтому писаться там нечего все равно кто должен запретить а то есть после ужина когда уже часов 8 9 когда уже темно прям пойти на ряды пионеров внезапно начали видеть улика дмитриевна ночь уже почти может завтра я обернулся видео славя с леной а если ночью ночью с ним что-нибудь случится нет сегодня сейчас кстати а где это электроник примерно объяснил дорогу и рассказал про историю старого лагеря вожатая присно посмотрела на меня если вы думаете что я и один здесь остался из мужчин а понимаю а можно вожатую с собой взять стоять с вожатой пойдем я взглянул площадь и правда ведь электроник куда-то слинял а понимаю он сам искал его больше все хотели свалил куда-то однако мне все равно совершенно не хотелось ночью в одиночке слоняться по лесу если бы можно было выбирать я бы а выбор опана опять выбор на одному можно вообще в соляново идти можно с леночкой можно с ульяночка ульяночку не будем брать сто процентов она маленькая остается лена славе алиса но больше всего то нужно такая слава нормальная но реально конечно тоже пропорции с алисы неплохие ну а как вы же брать к уж брать к уж брать не знаю алиса вообще пойдет если мы ее выберем слава с нами пойдет если мы ее выберем не вопрос вообще с ульяной можно реально пойти или нет давай со славей я пойду с ним вот и отлично даем веселее у вас с вами ты уверена себя славу шептал конечно хотелось надеюсь она ничего не ответила решила у нас ну да вы поняли я долго смотрел на славу как заворванную и почему она всегда мне помогает отлично тогда удачи вам она нам пригодится вода то есть на девочки попрощались и разошлись кто куда ну что славушка пойдем гулять ночью меня несколько удивил тот факт что они восприняли наш поход ночью через лес вдвоем заброшенный лагерь как должное но ничего не поделаешь подожди минутку я за фонариком сбегаю точно фонарь и интересные пироги намечаются пока я ждал славе в голову пришла странная идея почему она всегда такая добрая отзывчивая готовая помочь почему она вызвать идти со мной не пойми куда так сам же выбрал что за глупый вопрос в тихом омуте стоит ли мне опасаться а вот и я славе улыбнулась притянула мне фонарик пойдем пойдем по рассказам электроника старое здание построили сразу после войны это в годах 40 45 по 50 но было похоже на детский сад или на барак как я предполагал и рассчитана куда меньше числа пионеров чем вмещал нынешний лагерь забросили же его лет двадцать назад уже совсем стемнело ночной лес словно опасался нас также как и мы его деревья вежливо расступали струк загрудившись по краям тропинки осторожно обладая за нами где-то вдалеке языка ухала сована тоже но тоже тише чем обычно рядом со славе мне было совсем не страшно наверное в другой ситуации даже в реальном мире я бы испугался один эти ночью лес толком не знаю маршрута но тогда я старался отгонять подобные мысли хотя уже само по себе это было странно славя словно убаюки вам инстинк самосохранение ощущение реальности притуплялась если так пойдет дальше то я и в пасть какому-нибудь чудо еще прыгнул с улыбкой на лице а ты совсем не боишься смысле славя вернулся посмотрел на меня при этом как-то странно улыбнувшись то ли не понимаю что ли с долей насмешки может мне все это просто показалось ну ночь лес старый лагерь да не по себе конечно немного немного а ты что боишься нет ну то есть да конечно это же естественная реакция человека в такой ситуации я не хотел показать что боюсь хотя и страха особо не ощущал скорее чувство что он он в такой ситуации должен быть как будто мой организм перестал вырабатывать антитела для борьбы с болезнью я боялся не ночного леса от того что реагирую на происходящее не так как положено а с другой стороны и дураком выставлять себя тоже не хочется понятно почему хоть идем или нет славя опять улыбнулась и продолжила путь тропинка становилась все уже теснимой по краям деревьями и кустарниками чем дальше мы заходили вместе мы хуже было видно луну в одно мгновение она совсем скрылась за тучи все погрузилась практически в кромешный мрак я сильно зажмурился и когда вновь открыл глаза луна в казалось на своем месте окрасил миру ярко-белые цвета ночного салона все-таки не люблю я темноту наконец вдалеке показался просвет и через минуту мы на поляну ху на месте его здание старого лагеря ветка и размытые дождями и изреденная ржавчиной и жуками кора едами своими разбитыми окнами словно чербатым ртом она улыбалась нам его улыбки это и читался не мою кожу вы мы от мертвых всю поляну окутывал кладбищенский туман в котором то и дело виделись привидения вурдалаки зомби черти и другая дьявольская нечисть ужас какой этой картины уже было вполне достаточно чтобы вызвать сердечный приступ или в крайнем случае паническую атаку любого я бы наверняка не вытяжел если бы славя не взяла меня за руку чтобы не так страшно ну понимаю да конечно чтоб не так страшно улыбнулась она я не смог ничего сказать лишь покрепче жалую руку и какого черта меня сюда вообще принесло искать шурика ночью в лесу здесь ну и как я мог на такое согласиться вообще ведь не один нормальный человек но ведь и мир вокруг нормальным не назовешь как не пытайся ну типа если ты в другую реальность попал чем и прошлое то типа это нормальный мир я постарался убедить себя что еще здесь ответы и хуже наверное не будет хотя на самом деле за последние четыре дня в этом пионерлагерь со мной не случилось ровным счетом ничего плохого и более того не стоило и более того не было особых оснований полагать что случится в дальнейшем может быть человек так устроен что не может без приключений пойдем ну да наверное однако мы не сдвинулись с места славя очевидно ждала что первый шаг сделаю я на меня хватало лишь на то что вы просто стоять и не пуститься на утек мне нужно с типа с девкой пошел лучше с инициатива ролики первым шагом делать тем более если вожатая сказала ну ты вот мужик один остался давай бабу выбирай любую она выглянулась за ту сейчас идти здание старого лагеря ну выглядит жутко ну как мне любителю заброшечек и как я уже ходил уже в заброшке один друзья так что она для меня это не страшно даже на кладбище ходил раз корскою вам такую тайну вот и видос снимал правда на ютубе его нет теперь она мечт напоминала склееп но при этом все все эти мертвые картины в моем воображении ожили на привиде на привидении словно навели резкость четче стал бой ветра шелест травы под ногами а где-то вдалеке слышали звуки происхождения которых понятия не мог наверное тут раньше здорово было я внимательно посмотрел на славу если даже она и боялась то старалась этого не показывать мне сразу же стало немного легче и спокойнее наверное пойдем да я шел медленно уверяя каждый шажочек стараясь не задеть старую обраду покосившуюся карусели или ржавую горку я чуть не а вон там горка все-таки есть все если посмотреть сюда есть там в некоторых местах доходила до поезда так что любое неверное движение могло привести к словам ногам или рукам наконец мы добрались до входа и я посетил фонарем внутрь тьма смотревший на меня оттуда была куда страшнее чем за могильный вид снаружи там хотя бы ярко светила луна я набрался смелости и шагнул через порог за брошечка внутри старый лагерь походил на детский сад в который я ходил в детстве примерно та же планировка и убранство даже мебель хоть и полузгнивший хоть и поёжился выхватывая фонарем из темноты все новые останки былые детской радости жутковато славе уже давно не просто держал меня за руку обхватил ее плотно прижавшись ко мне всем телом однако в ее голосе не чувствовалось особо испугать может не стоишь на ощути наверное вернемся нет ну как же а шурик сказал она искренне удивишься да уж шурика чего он вообще сюда полез может его вообще тут нет а где он еще может быть не знаю волки его съели например не говори так славяна хмурилась и отошла от меня на шок я уже насколько привык к ее близость что несколько расстроился ладно ладно волков тут допустим не водится хотя откуда мне знать но раз уж пришли давай искать мы обыскали все помещения старого лагеря игровые комнаты спальни столовую кухню туалет и я даже заглянул в кладовку доверху забитую какими-то пустыми истлевшими коробками смотри когда мы вернулись на то место которого начинали свое подобрать что-то слово притянуло мне это была старая кукла высоте шест сырости без одной руки и лаза с торчащими отовсюду нитками ну и жалко что жалко куклу да что ей жалеть кто-то с ней играл а потом вот так вот бросил забыл и она столько лет здесь одна и в дождь и в холод я никак не мог понять серьезно славе или нет ведь сейчас не самое подходящее время чтобы думать о таком другой стороны а для чего сейчас время я рассказал для чего но не будет условия казалось действительно расстроены наверное я взял куклу повертел ее руках помнится в детстве я также нашел плюшевого льва в лужу принес домой отмыл потом относился к нему не хуже чем к остальным игрушкам хотя по виду ему давно пора было на пенсию ульянки подаришь сави рассмеялась из прохода подул ветер напивая какую-то неведомую ораторию фонарь моргнул я и стремя отпрыгнул к стене зацепился ногой за что-то и страх там полетел на пол живой ко мне подскочил славе помогла подняться до фруди а вот этому пересрались конечно зацепился за крышку люка грязь вокруг него была расчищена странно как мы не заметили этого сразу так что похоже его недавно открывали ведь мы туда не полезем до стремится стараясь предвосхитить предложение славис простил я она лишь грустно посмотрела на меня ну вот еще не хватало в гигеров играть ворчал я с трудом откидывая крышку люк что тут за катакомбы я не пойму конечно здравый смысл отчаянно кричал что не стоит этого делать но логика наоборот подсказывал что если бы этот мир хотел меня убить то давно бы сделал это хотя если бы не славяя то черта с 2 я бы туда полез вниз на пару метров спускалась ржавая металлическая лестница упирающийся брязный бетонный пол я свесился в люк осветил фонарем достаточно узкий коридор уходящий куда-то во тьму и что там кажется я слышу что по старым лагерям есть бомбоубежище бомбоубежище но если учитывать время его постройки то это вполне логично и что шурик там забыл не знаю конечно может быть что и не он открывал люка то что его открывали совсем недавно было очевидно но кому еще сближет в полуку туда лезь как не безумному изобретателю если откинуть теорию с потусторонними съеме то больше людей в этом лесу быть не может по крайней мере тогда я думал именно так ладно я лезу первым если все в порядке ты за мной а что может быть не в порядке испугала славя больше из вежливости ну не знаю крысы например боишься крыс а мы медленно пробирались вперед держась за руки в кромешной темноте фонарь помогал не сильно лишь изредка освещая куски старых газет и валяющийся тут и там металлолом внезапно начало казаться что стены и потолок увитые бесконечными линиями проводов давят на меня и словно становится что-то там ладно я развел руки в стороны пытаясь измерить ширину прохода далеко нам еще грустно спросила славя далеко до чего не имею ни малейшего представления ну ладно дверь и тут же передо мной словно и ниоткуда выросла массивная металлическая дверь тихо скрипнула славя я подергал за ручку и оказалось начало от поддаваться готова не знаю хотя собственно к чему надо вообще быть готовым в подобной ситуации колесо сделала несколько оборотов ужасно скрипя при этом и наконец замолкла покрутившись до конца я силой дернул дверь на себя и она нехотя открылась за ней была какая-то комната вау бомбоубежище которое казалось как раз самим бомбоубежище когда мы вошли внезапно загорелся свет от них отчего меня передернула хотя вполне возможно судить что здесь существует какие-то источники автономного питания в то время когда строили эти к такому все делали на века бомбоубежище оказалось именно таким какими себе его и представлял здесь смело все чтобы поддерживать длительное существование людей во время войны шкафах нашлись костюмы химозащиты противогазы сухпайки и канистры с водой у дальней стены я заметил множество различных приборов приборов измерители давления и радиации радио и так далее однако создалось впечатление что им никто никогда не пользовался что вообще то неудивительно более того даже не заходил сюда ни разу после постройки славяду простительно посмотрела на меня ну тут шурика точно нет а был не знаю но если был то не мог же он просто испариться я кину помещение взглядом еще раз слева от себя в стене заметил дверь может быть там однако ты не открывалась а вдруг а вдруг он заперёшь с той стороны но зачем не знаю однако это невозможно если предположить что он вообще здесь по всему похоже по всему похоже что шурик прятался может быть бежал от кого-то таких мыслей не стало не по себе и захотелось самому побыстрее оказаться под сторону двери я силой надавил на она лишь глухо скрипнула да вот может этим славя притянула мне фонку я повертел ее в руках прикидывая как лучше подцепить дверь давай попробуем напрягшись из всех сил мне все же удалось сорвать дверь с петель она с грохотом упала на пол какое же это бомбу берешь а если дверь фомкой можно выбить пока я приходил себя чрезмерных усилий ставя светил фонарем в образовавшийся проход там такой же коридор да уж тут прямо целый лабиринт с минотавра еще не хватает идем подожди я села на кровать снял с подушки пыльную наволочку и вытер под салба сейчас отдышусь немного славясь его рядом и принес изучать детали узоров плитки на полу ты бы фонарь пока выключила ах да что она покраснела она немного покраснела и тут же щелкнул кнопкой выключения жуть какая-то я поймал себя на мысли что последние полчаса уже не воспринимаю происходящие как реальность словно все это не со мной словно все это сон как тогда четырестнадцать учет спать уже хочу в первые минуты после того как оказался здесь да наверное последнее время я начал свыкаться с этим миром с этой реальностью какой она для меня стала и уже не так но и где-то в душе необходимость найти выход а теперь вот опять мгновение о колес старый лагерь бомба убежища во всем этом не было ровным счетом ничего сверхъестественного ну и нормального привычного мне по прошлой жизни было мало да согласилась славя а тебе не кажется все это странным что именно ну что мы сидим тут вдвоем ночью нормально ли в данной ситуации дождаться утра вызвать милицию да наверное сказала она задумчиво конечно я практически сам вызвался не стоило смысле мы ж не вызывались ну практически не считается но все же но ведь ты просто хотел помочь если шурик там то нужно его найти как может скорее это все понятно такими темпами скорее не мы шурика найдем а им потом нас придется искать ведь он как-то смог заблудиться славя погрустнела ладно ладно я ничего такого не имел ввиду может его там и нет и он давно вернулся в лагерь да может быть но проверить стоит конечно славя вставай притянула мне руку похуже все таки не было так страшно как мне хотя и я уже устал бояться и сейчас лишь хотел чтобы все это быстрее закончилось коридор коридор был действительно точно таким же как и тот по которому мы попали в оба убежище я шум медленно тщательно осматривая пол то и тело проверяя не сужаются ли стены смотри еще глубже потом проход завален руль славя крепче жила мою руку и показала на промо пустите туннелью достаточно широкий что в него пролезть или пора валиться может быть я посадил вниз на на дне не было видно ничего кроме земли думаю стоит проверить на ямы позволяла потом выбраться оттуда так что бояться на первый взгляд было нечего ну да вообще в кита катакомбы шахты блин спустились из бомбоубежища я аккуратно спустился и помог славе мы оказались какой-то шахте стены и поток были укреплены деревянными балками вдали уходили а вдаль уходили рельсы кое-где давящая на эту хлипкую конструкцию земля про рвала прогнившие старости доски чё все это сооружение казалось особо надежным как думаешь гнева не знаю шахта какая-то что здесь помогли добывать может быть уголь может быть мы начали медленно продвигаться вперед ну уж точно не алмаза на такой глубине да и тем более алмазы вроде в горное место забывают из-под ног то и дело предатель предательски вылетали камни цвет фонаря дрожа прыгал от одной стенки к другой то и дело так извиняюсь вылавливаем из тьмы бесформенные тени которые исчезли стоило посвятить их сторону тут страшнее чем наверху да пожалуй чем дальше мы продвигались тем сильнее креплого мне уверенность что шурику тут просто нечего делать не утожищила же его в самом деле какая-то чупакабра хотя этот вариант случай не стоит наконец мы вышли к развилке и куда нам теперь не знаю я пытался придать своему голосу хотя бы подобию спокойственную и но в действительности правда ничего не знал совершенно ничего никуда идти нигде шурик не зачем мы вообще здесь а вдруг заблудимся да точно давай сделаем пометку что мы здесь уже были я взял земли довольно большой камень тщательно высыпал на одном из прямо держащих поток крест вот теперь точно будем знать что здесь уже проходили хорошо славя улыбнулась и куда в так друзья давайте на этой ноте мы уже эту серию закончим вот ну конечно же если тебе понравилось вот поставила костяк на всю комитет впервые на канале подписывайся красную кнопку делай серый вот с тобой был сема вот с тобой был сема сохранить игру до перепишем так окей вот всем 0 9 21 так друзья да все на этой ноте мы с вами заканчиваем всем спасибо кто смотрел подписывайтесь на канал ставьте лайки нажимайте колокольчик пишите комменты с вами был сема и всем по-куськи